Как развивается мировая экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. В феврале число эскроу счетов в России выросло на 22% до 63 тысяч, говорится в материалах Центрального банка России. Более чем на 11 тысяч или на 22% увеличилось количество счетов эскроу. По состоянию на начало марта текущего года оно составило почти 63 тысячи счетов. Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на этих счетах, вырос до 216 миллиардов 7 миллионов рублей, увеличившись за месяц практически на 22%. Банками заключено 943 кредитных договора с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1 триллион рублей. Задолженность застройщиков перед банками, складывающей из потребностей застройщиков средств для строительства, составила 341,8 миллиарда рублей. В половине субъектов России завершено 104 проекта с использованием счетов эскроу. В 43 субъектах раскрыто более 4,4 тысячи счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам, в погашении предоставленных кредитов почти 10 миллиардов рублей. Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты. На фоне роста доходности, долговых инструментов и негативных ожиданий, россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам. Спешка может быть оправданной. Аналитики ждут повышения ставок уже в начале апреля. Иначе кредитование будет убыточным для банков. Кроме общего ухудшения ситуации на финансовом рынке, этому может способствовать и снижение качества заемщиков в условиях распространения коронавируса. По данным Центробанка, в январе 2020 года средняя ипотечная ставка в России опустилась до исторического минимума в 8,84% годовых. В феврале снижение могло продолжиться, но итоговых результатов нет. Вместе с тем, в начале марта ряд банков заявили о повышении ставок. По итогам 2020 года ожидается рост производства продукции АПК до 41 миллиарда рублей, что на 6,8% больше по сравнению с 2019 года. По информации Министерства сельского хозяйства Тверской области, весеннюю посевную кампанию в регионе планируется начать с 18 апреля. Всего намечено за сеть более 503 тысяч гектар. По общей посевной площади регион занимает шестое место среди 12 субъектов центрального района черноземной зоны. По сравнению с прошлым годом увеличиваются площади подзерновые и бобовые культуры яровые и льна долгунца. На мировом рынке и на внутреннем льноволокно, семена, продукция глубокой переработки льна очень востребована. Цены на льнопродукцию за последние годы взросли в разы. Например, стоимость длинного волокна на мировом рынке достигает 200 тысяч рублей за тонну, короткого 60 тысяч рублей за тонну, хотя пару лет назад эти цифры были в два раза меньше. Это связано с тем, что появляются новые направления переработки льна, это очень экологическая культура, что сейчас очень востребовано. Всего в весенних полевых работах на сельхозугодьях Тверской области будет задействовано более 4800 единиц техники. В настоящее время проводится техосмотр, сельхозмашин создаются запасы топлива. В ближайших планах регионального министерства сельского хозяйства это создание на базе ГУПА машино-тракторной станции для оказания агротехнических услуг сельхозтоваропроизводителя. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.